Лёв, ну погнали ещё. У нас ещё зарисовочка с ресторатором, с красавчиком. Всё, ребят, конец. Дневник, хотя больше не торт. Новый тренд, канал Джо Бород. Не, вы только гляньте новый выпуск, как всегда. Весело, жарко, остроумно, гениально. Необычная история о кровавом сексе. Рекорд по отжиманиям, ну и позитивное обучающее видео. Бегом переходи по ссылке в описании и смотри горячие ролики от Сквиртмена. Субтитры делал DimaTorzok Баста, братан! А ты зачем постоянно губы-то облизываешь? Ты кого героин? Конечно, конечно. Я употреблял все вещества, тяжёлые наркотики я употреблял. Есть у Васи одна композиция, называется лёд. Так вот, если заглянуть в периферические эффекты так называемого льда, там есть сухость во рту. Сейчас я вроде не употребляю. Перестал употреблять вещества. Но губы всё равно сохнут. На, попробуй. Часто спрашивают нас, как у вас дела с Васей. Бастой. Честно говоря, мы думали, что неплохо. Мы вроде нашли понимание, услышали друг друга. Слышали мы друг друга до интервью Васи, очередному журналисту. То, что я читал о себе на рэп-форумах за все эти годы, ну, не маги, там это аккуратно. Курящие в стороне два голландских гея, приехавших куда-то на... В Таиланд в поисках взаимности и близкой дружбы с одноимёнными, так сказать, представителями местной богемы. Ну что ж, геи-то геи. Мы юмор обожаем. Девиз нашей программы «Юмор без границ». Поэтому, Вася, терпи. То, что касается меня, позволяйте себе всё, что угодно. Я Василий. 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 Что я Василий. 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 А автор, ведущий, продюсер, инвестор, рекламодатель проекта «Магия» стал на ваш след. Мишка, Алёшка, держитесь там наскору. Сказал бы твою мамку и всё. Мишка, Алёшка, держитесь там наскору. Сказал бы твою мамку и всё. Витюш, а напомни-ка мне, почему я «Блок Магия» не снял. Баста, братан. Ну, во-первых, у тебя гастроли. А во-вторых, ну, чуть-чуть пропизделся. Я тоже думаю, что ничего страшного. Ну, тем более, тебя мет тогда отпустил, а ты ж дерзкий только под метом. Метаскорбин, Витюш. Витамины наши. Да. Газгольдеровские. Баста, человек, парадокс. И сегодня мы попытаемся вам это аргументировать. Вся катавасия с Васей у нас началась из-за обзора на Словецкого. А Словецкий кого уважает? Саша Лукдога уважает. После которого Василий мне при личной встрече выказал недовольство нашей критикой, пародией на своего подопечного Словецкого. Половица скрипит. Уверен? Уверен. Но вот беда, почему-то в интервью журналисту таких недовольств не прослеживалось. Почему? Это очень сладо. Что он делал на Газгольдере все это время? Ты видел видео, как Витя АК-47 отвечает критикам интернета? Нет. Ну, если честно, я чуть не блеванул. Ну, есть вещи, которые... Ты же понимаешь, что все дело, что... Не, ну вы слышали? Значит, этому корреспонденту можно от Витюши блевать? А нам критиковать Словецкого нельзя. Ж какого ж хрена-то вообще? Не, а вы че с ума сошли? Это же аттестованный журналист. И тем более я с ним один на один там был. Фаста, братан, он с тобой полностью солидарен в этом вопросе. Это вот эти, не магия, да они такой хуй социал. А вот журналист, он аттестован. Здесь, ну ты понимаешь, что такими категориями здесь мерить нельзя. Вот сильнее, популярнее, да. Теперь давайте углубимся в схему заработка Василия. Доход Васи от концертов, рекламы и альбомов, по его словам, составляет 140 миллионов рублей в год. Из которых 50-60 это зарплаты участников газгольдера. 10 лямов на клипы. Оставшиеся 70 лямов Вася делит с какими-то непонятными людьми. Лямов 10 уходит на туалетную бумагу и пюпитры, чтобы не забывать текст. На покупку оборудования и тому подобное. Ну то есть... И получается 25 лямов чистой прибыли в год. То это вообще, это просто хайкласс. Стоп. Либо Вася что-то перепутал, либо все участники газгольдера, естественно, кроме Витюши, потому что он не какое-то там говно, выглядят примерно вот так, ибо они нихрена не зарабатывают. Витя, ты чё опять не уследил? У тебя скриптонит обосрался. Есть подозрение, что они, в общем, не очень здорово делают свою работу сейчас. Иди к словецкому слюне, подотри там говно ты. Чем они делают тебе сильнее? Зачем они рядом? Если вы не поняли, то Вася прямым текстом сказал, что содержит весь газгольдер, как детей. Бездарных. Потому что нихера они не зарабатывают. Ну сами гляньте. Ну как вот такое может чё-то зарабатывать? Коронки. Это ему не баста часом посоветовало-то? Да я мог бы дать Вите 10 советов, которые бы в корне изменили жизнь. Чё, тихо. Вот. Не плачь, скриптонитушка. Папка ещё 50 концертов даст. Прокормит тебя. Витаминчик мой. Выпускной! Немного пасты. Летюжа! Самый раз, чтобы стрельки писать. На, попробуй. Гуфанка, долбит опять, походу. Кстати, ребята, наркомания до блока. Гуф, твою мать! Я же сказал, что ты больше не употребляешь! Гуф сейчас не употребляет? Мастер, ты мой любимый грешочек. Последний гулик. Баста! Баста, братан! Если чё, меня газгольдер в Израиль, думаю, отправит полечиться. А вот, наверное, в августе вот, типа, я умолял, чтобы меня отправили в Израиль полечиться. Это нормальные витамины! Баста! Если вы не в курсе, к нам постоянно бегают органы правопорядка за объяснительными. Поступило обращение о том, что вы совместно с Ковитином Алексеем в сети интернет размещаете видеоролики, пропагандирующие потребление наркотических средств. Поэтому специально уточняем для полиции. Вот это всё обычная кислота. Аскорбиновая. Всё, что угодно, братка, пять сек Замаячил на горизонте Неслабый герыч Дело пошло веселее Так точно! Иванов! Падла! Это что такое? Это песня Нагана Армия, в которой он поёт про героин. Про героин? Быстро с нимаги взять объяснительную, какого хера он такие песни поёт? Я понтик мусоров и всякой там бедерасти И поэтому служу России Красный, белый, синий Да я в любом состоянии Готов служить России Недавно Серёга вызвал Басту поучаствовать в Версусе. Подробности вот в этом ролике на нашем лайв-канале. Но одно не пойму, ты как будто в хате смотрящий поставлен над всеми нами смерть. Всё спросить ты хочешь с кого-то? Ты вообще с позиции кого спрашиваешь обычно? Басты? Нагана? Нинтендо? Братьев Стерео? Или Васи Вакуленко? Посмотрите его. Не будем подробно останавливаться, добавим только то, что конфликт Серёги с Бастой начался с песни Ёбаный насос. Вон трёт с Жириновским Серёга бумер и походу в хуй не дует или дует 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 амф да и здесь смотрите какой парадокс. Даже не будем про то, что словецкий святое а Децл чмо это нормально. Талманский Децл не является частью хип-хоп культуры потому что не приемлет общих правил и норм общения в сети от представителей этой культуры. Не секрет, что Вася относит себя к хип-хоп культуре ну такой некой старой школы. Ну это моя позиция, да? Человека из девяностых как меня называют. Но при этом полностью не приемлет Версусы хотя по своему поведению но были ты гангстер. Начал травить их. Ты добился чего? Конечно, конечно они сняли извинения. Я сыграю в любую игру понимаю в чём всё дело? Другой вопрос хватит ли у людей транслирующих свободный юмор сыграть со мной в эту игру? Причём он же вроде участвовал раньше в Версусах во фристайле. Это король на сию баста вы все знаете баста что поменялось это с тех пор? Батится зачем? Для чего? Для чего батится? Что значит батл? Если посмотреть какие-то гисовые батлы да просто ужас. Ты говоришь что ты король хип-хопа но ты долбоёб тебе ебанутая оборотка Да ну человек который посторонний он просто посмотрит что ж такое да что же он не бьёт и какой-то паршивый урод пойди домой засусь тебе близкий кёст он его и маму и папу тут и так и сяд и здесь и там у твоей подруги волосатая безд... да что же он его не бьёт чувак пойди постирай мои трусы да что же он его не бьёт это на виски виски а ты читаешь хуже чем агата мне кажется скоро появится какой-нибудь МС который вызовет кого-то на Версус тот его болёта потому что он меня оскорбил ну сам же участвовал вроде вот вот это же они Версусы сейчас не приемлет раньше вроде нормально всё было но у Васи найдётся объяснение здесь я уверен никакого парадокса нет ты очень недооцениваешь пацанов из Воронежа школьников которые смотрят немаги ты очень недооцениваешь это Вася так саркастически издевается над нашими подписчиками ну что ж на связи кемеровские рэперы алё алё это Газгольдер кто это Баста здравствуйте мне Василию Баста нужно да Баста это короче кемеровские рэперы тебя беспокоят мы придумали новое объединение кривотрясных я МС Шахтёр возьму себе новый псевдоним Баста Куз Баста МК Шахтёра рядом со мной здесь сидит сквертонит братишка и ещё у нас есть нас покинула под стилишка ушла ушла она нас всё объединение гривотрясов обслуживала смокич мозг мертонит на меня Куз Басту я для тебя трек братишка приготовил новый мы же не просто так звоним чтоб ты трек заценил да долби мой хер но не уставай сколько не завязывай не завязать это нависает на твоих губах после аскорбина жёсткий отходняк хер сказали долбить кому мне 10 9 8 7 6 запустить пердак Вакуленко 3 2 1 бусы 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 порядок парней мальчики как у вас там дела марьюанна полёт идёт нормальный слава богу спасибо как мой двигатель давайте давайте пердак Вакуленко надёжен высота в норме ну всё отлично мальчики я побежала у меня съёмки идёт плановый набор высоты тринадцатый подготовьтесь к режиму один контроль как они всё нормально точно по центру талманский децел не является частью хип-хоп культуры потому что не приемлет общих правил и норм общения в сети от представителей этой культуры вопрос какой такой хип-хоп культуре Вася себя относит он с удовольствием показывает своё пренебрежение к одному из основателей группы бэтбэланс Владу Валову раз-два раз-два шеф в вашем доме Влад 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 я принял твой вызов Влад я видел как ты зажигал на Арбате как ты показал свой брейк-дэнс мне есть что ответить вы наверное не в курсе но Влад Валов это в прямом смысле отец русского хип-хопа бэтбэланс это святое для целого поколения людей читаешь прям в комментариях у них так и пишут почему Вася считает что Славецкий Газгольдер его родственники это святое которое никому не дозволено трогать а то что является святым для других людей то здесь Вася имеет полное право наплевать и вытереть ноги есть такой человек под псевдонимом Хаба Джи это один из первых популярных хип-хоп музыкантов России Хаба Джи 15 лет назад продал 20 тысяч копий своего альбома убил человека и понес за это наказание Хаба Джи представитель хип-хоп культуры жесткой старой школы и вот что он говорит Вась 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 это он мне что ли Вась ты же нормальный пацан ты же я насколько уже понял ты же уже понимаешь чё почём в этой жизни тебе походу да почему ты себе позволяешь на такие вещи в адрес пацанов взрослых или ты считаешь Влад Валов не пацан как бы там не было благодаря ему дохуя кто в 90-х подсел на хип-хоп благодаря его Децу он посадил всех преждюхов все школы на рэп или ты забыл как в 90-х было рэп писать сложно ни одна студия не бралась вообще не за счёт обложил себя гривотрясами какими-то которые под холодильник у тебя готовы спрятаться Бастер это я-то гривотряс я считаю ты должен наказать его выехать уже куда-то гривотрясы это типа кайфовые пацаны пользующиеся уважением и респекта точно? точно Серёгу да знаешь как знаю не так уж и хорошо я знаю что когда этот пацан приезжал в Казань его встречала бандота не КВНщики которые встречали тебя и ты потом на всю страну заявляешь там бумер так ты получается сам такой же бутерный Витя неси мне метаскорбина что-то как-то напряжно стало вот ну это Серёжины проблемы он должен был въебать тебя когда ты на бумера там еще на кого это понятно но извини когда ты начинаешь на Влада Валова попей попей баста братан ты говоришь что ты вырос там на Северном Кавказе это Ростов ворота Северного Кавказа там да Ростов салям бардак братва но ты же со взрослыми людьми не очень как ты себя ведешь а хотя ты говорил что у вас там научили всех в Ростове как вести себя там где я рос где я воспитывал вопрос мамы вот что ты себе примерно представляешь когда говорит слово мама люди которые за столом находятся они внимательно тебя начинают очень слушать в каком ты вообще контексте прикасаешься к этому святому о чем мы говорим твоя игра или не твоя игра у каждого в жизни своя игра понимаешь и орать об этом вот так вот тоже ну зачем это вообще некрасиво минимум или ты уверовал в собственную исключительность все таки а я не могу так-то наказать что-то я не вижу тебя в твиттер чтобы ты кидался на кого-то там еще понимаешь да целый чмом назвал кто-то респект паста за это прям вот наганом настоящим короче думай думай Вася вот так вот ты обращался к шефу Вася Витя вот так нормально нет когда к тебе обращаются Влад вот это слушай сюда слушай меня сидишь там в машине короче слушай меня ты че сушит Витюша приземлись нахуй Вася в пизду тебя я не знаю как тебя воспринимать после этого и твои песни ты не соответствующий получается нет некоторые скажут да че какой-то наоним че ты здесь наморосил о чем вы баста же застрял в сериале бригада я знаю что я делаю когда прихожу один на ваши поляны потому что жизнь моя не дороже вот этого песка важное что скажут люди мне важно что про меня говорят люди мне важно что они обо мне думают если про меня или про кого-то из вас скажут что он фуфлу ну зачем тогда жить для меня это важно и на том стою это мой жизненный принцип верно только как-то по-особенному как ему удобно застрял где ему надо он Саша Белый я сыграю в любую игру понимаешь в чем все дело бригадир хренов а когда не надо он кто там есть Малефисента Малефисента это ты что такой Серега Влад Валов вы что вы хотели батлиться со мной играть в футбол вызывали меня на Версус а вы не боитесь выглядеть смешно а просто выглядеть смешно вы не боитесь да поэтому так как Васи Версус никогда не посетит мало ли можно же и проиграть с позором девочки потом течь меньше будут да и вообще на концерты как-то плохо ходить станут как вот например к Джонни Боя на оно надо вообще доходы упадут газгольдер вообще загнется да все все понятно все ясно и в связи с этим на вашу потеху мы решили этот батл представить ёброт это чё сколько обзор будет-то на меня салют представься пожалуйста Вася Баста Экей Нагана Хулигана Экей Нинтендо Экей Наказатор в интернете интервью Дудю Доватор Доминатор Окей Что сегодня приготовил интересного Я приготовил сегодня очередной пиздеж после которого попрошу двух ммашников отхуярить Серегу жестко как умею Салют представься пожалуйста Серега Экей Полиграф Шариков Экей ничего не спел кроме черного бумера Экей специально подкачался чтобы меня не пиздили в кабаках где я пою так и живу Кто сегодня противник что можешь сказать о нем кроме того что скажешь в баттлах Пизда ему все будет быстро потому что у меня еще три халтурки в кабаках в кабаках Салют С вами Капуста Нашинкатер Это Версус Баттл Заработаем Пля Судей на BPM нет Спонсоры сегодня Главный спонсор Подливон Кидалова на спорт Давай тебе пухришку подарю А это Юрец Жопик Колодец А.К Певец А.К Конченый Алкоголец МС Слев начал Заработка Заработку Витамины Мои Тащи Колеса Колесо Мне Дай Вот Твои Упыли Гатгольдеров Ты Меня Блин Варка Доведешь Козли Я Из-за Тебя Чуть Раунд Не Срал Дебила Тусок Пизда Тебе Пипитр Давай Быстрее Пипитр Конкурентов Подгоняю Я Топ Я Топ На Козголь Бери Все Круто Он Дом Мой Дом Не Являюсь Пиздоболом Я Топ Я Топ И Карманы Набиваю Баблом Баблом Это Было Жарко Лох Дайте Заработку Это Белец БПМ Всем Спасибо Все Молодцы Я Заработал Бэшка Моя Тоже Не Останется В Накладе Все Идите Нахуй Все Короче Пошли Я Вас Где Понабрал В Екатеринбурге Баста Я Оттуда Я Не знаю Скоро Контракт Заканчивается Там Акционами Можно Разжиться Твоими Процитируем Кусочек Песни Василия Под Названием Урбан Из Третьего Альбома Басты 2010 Года По Жизни Много Соблазна Возможность Быть Обласканным Властью Стать Бесхребетной Мразью Петь На праздниках Прокисшей Солянки И приземлиться За звание Титулы Иранги Мне говорят Братка Время Завязывать Нужно Зарабатывать Копить Вкладывать Нужно Быть Терпимее Научиться Сглаживать Углы И если Вдруг Стану Таким Буду Вынужден Уйти Вася Вася Ванга Ванга Провидец Ну почему Этот провидец Никуда не собирается Уходить Видимо На одной из Записи Передачи Голос Лепс Подговорил Его Это делать Я такой Ругань Не видел Давно Когда речь Идет о деньгах Все Закончили мы Спасибо Лепсо За это Мы все Медвячка Не увидели Нет Я же Я же Только за Чтоб Вася Остался Но Чтоб он Это Разобрался В своих Святых Понятиях Е Е Е Е Медвячок Чтобы ты Заплакала И пусть Звучат Они все Одинаково И пусть Банально И нет Нам Талантлива Но Как сумел На гитаре Сыграл И спел Выпуск Мой Ты В красивом Патице И Тебе Мод Вовсе Макс И Хоть Я Хотел Тебе Просто Понравиться Медвячок Чтобы ты Заплакала И пусть Звучат Они все Одинаково И пусть Банально И нет Талантлива Но Как сумел На гитаре Сыграл И спел Выпуск Ты В красивом Патице И тебе Вот Вот Семнадцать Лет Я Хотел Тебе Просто Понравиться И Как сумел На гитаре Сыграл И спел Семнадцать Семнадцать